Вот я немного посмотрел, как вы работаете. Прежде всего, сразу несколько замечаний. И все работают в одной из очень правильных техник начала создания рисунка. Редко встречаются на свете люди, которые с самого начала, еще не нанеся линию на бумагу, уже внутренним взглядом видят эту линию. Это способность людей с высоким талантом к рисунку. Они видят линию. Поэтому линию проводят без подговоров. Большинство других делают иначе. Примерно представляет, как это хочется сделать. И так далее. Примерно так работало большинство из вас. Смотрите. Лис покрывается большим числом линий, большим числом линий, которые все более и более уточнялись. Так. Приближают ваш замысел к реализации. Вот такая манера создания эскиза. Что требует? Во-первых, лучше иметь не один карандаш, а то, что карандаш отличается по твердости. Понятно? Ага. Вот лучше иметь один HB, твердый медь, а один карандаш высокой мягкости. Три-четыре единицы мягкости. Три-четыре H. Ну, 8 H – это лучше. Вообще для техники итальянского карандаша. Это совершенно... В этом случае ваши линии вот так пальцем размазывают, почти чистенько красиво. Почему больше два? Эту часть рисунка. Так. Каким карандашом будете делать? Набор. Что? Не, наоборот. Набор будет сомненен. Обратите внимание на одну вещь. Мягкий карандаш сильно повреждает бумагу или нет? Нет. Он саму бумагу, волок на бумаге, почти совсем не повреждает. Теперь, когда вы делаете такой набросочек, надо на карандаш сильно нажимать? Нет. Нет. Совсем слабыми движениями. Не сильно нажимая. Остро, а точный, мягкий карандаш. Нанесли систему линий какую-нибудь. Дальше что вы делаете? А дальше они уже на бумаге. Дальше вы с ними начинаете работать. Тут много. В остке есть возможность выбрать то, что вас больше устраивает. Берете ластик. Только ластик обязательно должен быть чистый. Вопрос, как вычистить ластик? А как? Потерите бумагу, даже охару можно потереть. Если ластик чистый, можно убрать те линии, которые вас не устраивают. Поскольку карандаш был мягкий, на бумаге какие-нибудь следы останутся? Нет, на бумаге следов не останутся. Так? Когда вы конкретизировали свои рисунки, выбрали примерно те линии, которые вас более устраивают. Дальше уже необязательное правило, но на самом деле очень полезное правило. Поэтому всем рекомендую прислушаться. Я вот посмотрел, некоторые люди начали с чего? Не наметили еще общего человека, а стали прорисовывать его в углу. Сидят и рисуют, как у него будет рука. Значит, вообще-то, ребята, всегда лучше начинать с общего надростка всего всего. А уж только потом переходить к деталям. Обычная причина. Вот вошли в бумаге. Так? И вы долго и внимательно рисуете руку человека. Мучаетесь, стараетесь, чтобы она у вас вышла прямо как живая. Там и так далее. Сделали несколько эскизов. Все хорошо. Появился рука. Ура! Дальше вы начинаете как-то руке переделывать человека. И что выясняется? И ничего не получается. А он просто не влезает, ваш человек, не влезает в этот риск. Это когда вы на компьютере работаете, вам можно взять это изображение и просто перенести вот сюда. А если вы работаете на бумаге? Нам надо как-то стереть, потом нарисовать. А это значит, заново выполнять всю работу. А почему-то вы поняли, руку вы уже рисовали. Хорошо. Руку вы нарисовали, а после этого вы начинаете рисовать ботинок. А потом оказывается, что мы не слышим. Оказывается, что этот ботинок с этой рукой соединить просто не везет. Надо начинать, Коля, лучше не с головы, а с общего конкурса. Примерно прикиньте, как будет выглядеть вся та композиция, которую вы задумали. Нанейте сначала ее общий конкурс. Он потом сто раз будет уточняться. А вот только после этого переходите где-то. Посмотрел я в таких манерах. Вы, кстати, здесь содержатся публика совершенно разных манерах. Работает что очень хорошо? Ну, некоторая работа в такой сейчас очень популярной, мультипликационно-анимашной. В манере у вас такие анимашные персонажи получились. Ну, что главное, если в этой манере он не взял. Есть несколько очень таких смелых и интересных декоративных рисунков. Ну, коль, ваш человеческий, что он гениальный, Володин, у вас очень такой выразительный вариант. Есть несколько схематичных рисунков, с чего вполне можно начинать дальнейшее движение. Так, Свет, у вас, да, пожалуй, только у вас. То, о чем я сейчас буду говорить, отсутствует. Ух, такое слово пропорции. Слушай, вернее. А что такое пропорция? Да. Так вот это вот соотношение, чтобы рука была не слишком огромной, или чтобы голова не была в большинстве? Рука не может быть маленькой или огромной. А, то, чтобы, ну, примерно, или чтобы... Балычка. Соотношение предметов, предметов. Соотношение части к части. Если вы берете только руку, то изображение руки не может быть ни маленьким, ни огромным. А вот если вы рисуете всего человека в целом, так, то отношение размера руки к размерам ноги, к размерам головы, так, у нормального человека находится в определенных рамках. Значит ли это, что при небиологическом рисунке пропорции обязательно должны быть четко выдержаны? Нет, не значит. Это как раз на этом основана целая система художественных приемов. Так, как изменить впечатление от вашего рисунка, чуть-чуть играть с пропорциями? Значит, мы с вами немножко дальше, не сегодня. Но разберемся, какими характеристиками, вот как нарисованы все положительные персонажи во всех мультфильмах. И как нарисованы все отрицательные персонажи во всех мультфильмах. Дело в том, что если мне показать просто изображение, просто рисунок, да, с очень высокой вероятностью, можно сказать, я не видел этого мультика. Я просто смотрю, как нарисован персонаж. Ага, вот это очевидно положительные, а вот это очевидно отрицательные. Вот этот дурачок, вот это умница. Так, и так далее, и так далее. То есть изменение пропорций, изменение соотношеннических, очень часто подчеркивает те или иные характеристики людей. И предметы тоже. Но для того, чтобы это изменять, сами подумайте, можно ли сознательно изменять пропорции, если вы не знаете нормальную и среднюю пропорцию? Нет. Нет. Поэтому наше первое серьезное заметие, теоретическое заметие. Учимся с вами разбираться с тем, как устроены тела живых существ. Начнем мы с человека, поскольку себя любименького вы знаете лучше, чем других. Но скоро поймете, что наша с вами конструкция – это просто частный случай конструкции позвоночного животного. Поймем, как устроены тела самых разных других живых существ, самых разных животных, и, соответственно, как их имеет смысл изображать.